Вот такая у нас вода, понимаете? Ну ладно, хоть пёс снимка для унитаза, для стирки, ладно. Но с 5-го числа, с 5-го числа, миленькой грамм воды нет. За неделю жители обезвожились, а вот внутри уже давно закипело. Каждое утро за водой с бутылями. В войны так не жили. Мы идём друг к другу с этими и говорим, идём на Ладогу. Какая вода у нас в доме? Она идёт. Для питья, ни для мытья, ни для стирки не подходит. В домах течёт лишь небольшая стройка, живительную для питья. Берут с ближайшей колонки. Замучиваются пенсионеры почти все животные. Я тут 50 лет, такого безобразия не был. На этой улице Новая порядка 500 жителей, и большинство из них пенсионеры. Вода здесь на вес золота, поэтому добывать здесь всеми возможными способами, самый актуальный, это снег. Без воды, миленькая, скажем, хоть старались. На связь, что живу там и нет. Свои 80, зинаида Абрамова плавит снег. Вода на хозяйственные нужды. Без питьевой жители остаются из-за сломанного насоса. Движитель работает, у них насос не работает. Председатель сельского поселения предлагает заменить его на у чистейшей своя цена. В районе 30-40 тысяч, но у нас живут в основном пенсионеры. Разговаривал, он сказал, я насос купить купил, а найти людей, кто поставить его не могу. Он мне предлагал самого поставить, чтобы я его пошел поставил. Оттаивать снег жителям минимум до конца недели. Такие сроки поставил председатель. В идеале поставить сети на баланс обслуживающей компании, но на это уйдет год. Если население не соберет деньги на установку насоса, то придется искать спонсоров. Если пойти официально, скажем, через доходы бюджета, это очень долгий процесс, не меньше месяца время займет. Поэтому решать надо быстро. И вот предпринимаются поиски именно вот таких вот организаций. Зеленодольский район также включил поселок в программу «Чистая вода». Но заявку должны утвердить еще в Минстрое республики. Пока же жителям остается собирать воду по каплям и по снежинкам. Второй этаж поднять каким-то образом. Альбин Минибаева, Марат Зайдулин, ТНВ, Зеленодольский район.